Всем привет, друзья! С вами снова Маша Странная. Я возвращаюсь потихоньку в строй, буду больше снимать. У меня много интересных проектов, которые буду снимать. Сейчас немножко разгреблась со своими текущими делами, и можно немножко дать себе отдохнуть и поснимать видео для вас. В каком-то из предыдущих видео я уже говорила, что я буду делать дверцы на стеллажи, и фанера у меня уже напилина. Сейчас я вам покажу, что я уже сделала, и мы с вами еще сделаем несколько дверок. Я думаю, что один стеллаж мы сегодня закроем дверками. Итак, вот что у меня получилось. Я хотела такую нежную палитру, серо-голубые тона, чтобы вписывалось в мою мастерскую, и сделала такими потеками. Ну, в общем-то, чтобы все вписывалось. Особенно мне нравится вот эта часть. Здесь я сделала отпечаток руки. Здесь останется только шлифануть и покрыть лаком, чтобы рисунок был более интенсивным. Ну и для защиты. А сейчас нам осталось покрасить оставшиеся дверцы. Они будут в такой гамме серо-сине-розовой. Краски будут использоваться только в качестве красителей, потому что основная жидкость будет все-таки морилка. Я не хочу до конца закрашивать фактуры древесины. Морилку буду использовать орехо-ябеневое дерево, то есть практически черный и синий оттенок. И буду красить обычными дешманскими кистями. Выдавливаю на палитру себе краску. То есть вот я наношу разведенную морилку и сюда же сразу вмешиваю краску. И получается укрывистость небольшая, а фактура дерева остается. И в то же время есть небольшой оттенок. Я называю это цвет тумана. Ну, на любителя, конечно. Но мне вот такой стиль близок. Это станет еще посветлее, когда высохнет. Поэтому сейчас мы отпадываем. Сохнуть. Есть у меня еще длинная досочка. Она будет верхней. Она будет открываться вот так на петлях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А сейчас мне нужно вернуть недостающие кусочки на свои места. Использовать буду обычный двусторонний скотч-штурники. Продолжение следует... Так, ну вот, роголит я привинтила на саморезы. Там осталось пространство, потому что у меня там розетка проходит. И всё, можно привинчивать двери. Мне осталось прикрепить петли и ручки. Ну что, один почти закончила. Такой получился шкафчик. Теперь хотя бы не будет видно, что там напихано. И будет такой... Здесь я ещё сделаю магниты, чтобы дверцы плотно прилегали. Вот такой получился стеллаж.